Древнеиранская религия в античных источниках Статья содержит обзор сведений античных авторов, древнегреческих, латинских и отчасти армянских и сирийских, 5 века до нашей эры, 6 века нашей эры. О религии иранских народов эпохи Ахименидов, Парфян и державы Сасанидов. Сведения о религии скифов и сарматов в данной статье не рассматриваются. Учитывая то, что зороастрийская литература сохранилась довольно плохо, и много важной информации содержится лишь в относительно поздних текстах, значение античных источников довольно велико, они подтверждают, что ряд зафиксированных раннесредневековыми источниками представлений существовал уже в эпоху Ахименидов, показывают, что правители Ахимениды отнюдь не были правоверными зороастрийцами, и их религиозные представления содержали ряд отличий. Характеризуют сумму представлений греков о персидской религии, позволяют поставить вопрос о возможности персидского влияния на раннюю греческую философию, хотя и не содержат бесспорного ответа на него точка. Верховного бога персов греки обычно называли Зевсом, и он бесспорно соответствует Ахурамазде. Геродот пишет о персах, что Зевсу они обычно приносят жертвы на вершинах гор, и весь небесный свод называют Зевсом. Эпитеты персидского Зевса в античной литературе проанализированы Деингом, который обращает внимание на специфичный эпитет «Царь» Зевс-Басилей у Ксенофонта, который отсутствует у Гомера, и во Весте. Священную колесницу персидского Зевса перед колесницей самого Ксеркса везло восемь белых коней, но из похода она не вернулась, ей завладели фракийцы. Такую же колесницу перед войском Кира упоминает Ксенофонт. А перед войском Дарья Третьего – Курци и Руф. Дион приписывает магам истолкование понятий колесницы и коня Зевса в духе стойческой космологии. Персидское имя Бога упоминается у Платона и у цитирующего его Апулея. Плутарх упоминает представление, что свет исходит от царя, Дария Три, по воле владыки Аромазда, а также что слуга персидского царя на рассвете напоминал ему о том, что Аромазд желает его действий. Философскую концепцию Плутарх излагает, приписывая ее самому Зарастру, «Армазд, Гарамадс, произошел из чистейшего света, от него происходят благие растения и животные, он воюет с Ариманием и создал шесть богов, после чего, троекратно увеличившись, удалился от Солнца настолько, насколько Солнце удалено от Земли, и создал звезды». Дионг сопоставляет упоминание о рождении из света с Бундахишном Ай-44 и отмечает, что троекратное увеличение Ахурамазды в размерах неизвестно из зараастрийских текстов. Бенвенист предположил, что здесь речь идет о Зурване. Согласно Порфирию, маги учат, что бог Аромаст телом своим подобен свету, а душою истине, и это узнал от них Пифагор. Агафий также противопоставляет благого Демиурга Армузда злому и вредоносному Ариману. В деяниях персидских мучеников, времени Шапура 2 содержится ответ одного из христиан-царю, упомянувшему благость Армазда и гнев Аримана, что христиане не верят в Армазда, брата Сатаны, и его детей, Солнце, Луну и Звезды. По учению, которое Плутарх приписывает непосредственно зараастру, Ариманей, демон, более всего подобный мраку и неведению, ведет постоянную войну с Армаздом. Деонг обращает внимание на то, что характеристика «неведение» как свойства Аримана ближе к формулировке пехлевийских книг, после знания в Бундахишне. В Овесте же как свойства зла названа Дуда, причем отсутствует негативный префикс «ни». Плутарх рассказывает о жертвоприношениях Гадесу, Аиду и Тьме, которым учил зараастр наряду с жертвами благому божеству. Это умилостивительные и мрачные жертвы, которые приносились вместе, не знающим Солнца, путем смешения травы Амами с кровью заколотого волка. Эти сведения Плутарха не имеют ясной интерпретации, ибо в сохранившихся зараастрийских текстах ни о каком почитании Аримана речи быть не может. Кроме того, Плутарх, рассказывая о встрече фемиста Кла с персидским царем, вкладывает в уста последнего молитву к Ариманию, чтобы тот внушал врагам мысль изгонять из своей страны лучших людей. Эту реплику считают недостоверной. Краткое упоминание девов сохранилось в глоссе Гесихе, которое гласит «Девы – злые боги у персов». Кроме того, от авестийского Аэшмадева происходит имя Асмодий из книги Тавита. Шесть богов, созданных Армаздом, перечислены в античной литературе только у Плутарха, светлый бог, создал шесть богов, первым, бога доброй мысли, вторым, истины, третьим, справедливости и остальных, мудрости, богатства и творца благих наслаждений. Ариманий же сотворил равное им число соперников. Они явно соответствуют авестийским Амеша Спента, Вохумана, Ашавахишта, Кшатравайре, Спента Армайте. Хаурватат или Амеретат, Пабенвенисту, Аши, Амеретат. Шесть творений Аримана в пихлевийской литературе названы поименно. Предполагается, что упоминаемое при изложении учения Зороастра в Схолеях к Алкивиаду I – «Удачная мысль» и Петихис Ноема – греческий эквивалент зороастрийской «Благой мысли» Вохумана. Митра упоминается многими авторами, начиная с Геродота, который по неясным причинам считает его соответствием Афродиты Урании. Отмечается связь Митры с Солнцем, его функция посредника – связь со скалой и пещерой. Отдельную группу текстов составляют свидетельства о мистериях Митры, хорошо известных по многочисленным надписям. Принято считать, что Геродот называет Афродитой Урании именно Анахиту. Ошибочно назвав ее Митрой. Берос также отождествлял Анахиту с Афродитой, остальные авторы и надписи – с Артемидой, некоторые с матерью богов. Согласно Беросу, Артаксеркс II впервые воздвиг статуи Афродиты Анаитиды в Вавилоне, Сузах и Кабатанах, приказав почитать их. Плиний же сообщает, что первая цельная золотая статуя была воздвигнута в храме Анаитиды в области ее имени, в Армении, и увезена и разрублена на части римлянами во время парфянского похода Антония. О почитании персами Афродиты говорит и Страбон, несколько раз упоминающий имя Анаит. Географ говорит о ее храме в Зеллах, возведенном на Кургане Семирамиды, с множеством храмовых рабов. По Страбону, Анаитиду особенно почитают армяне, построившие ей несколько святилищ, в том числе в Акелесены, где ей посвящают рабов и рабынь. Земля Анаитика в Армении, посвященная Анаитиде и покоренная Помпеем. Идентифицируется с упомянутой Страбоном Акелесеной, Арм. Екелес, где, по мовсе сухори наци, находился почитаемый храм Артемиды. При посвящении на царство Артексеркс II посетил в пасаргодах храм богини войны, которую Плутарх отождествляет с Афиной. Предполагается, что это либо та же Анахита, или Аши, или Междуши. Плутарх также рассказывает, что Артексеркс II, когда его дочь-жена Атасса страдала от кожной болезни, белых лишаев. Молил Геру об ее исцелении и приказал усыпать золотом и серебром расстояние в 16 стадеев, отделявшие храм Геры от дворца. Де Йонг принимает мнение М. Бойс, что герой здесь названо, вероятно, Спента Армайте. По Либии упоминает храм Эны в Экабатанах, Астрабон, святилище Аньи, около Арбил. Де Йонг приводит конъектуры, при которых в обоих случаях речь идет о богине Нанайе, русские комментаторы считают, что в обоих случаях упоминается Анаид. В храме Наней был убит царь Антиох, когда ее жрецы забросали его камнями. Нанее, Наная, Иисус известна в парфянских документах из Несы, по сагдиским личным именам. На бактрийских монетах и в надписи «Конежки», а также в Армении, из упоминания Агатангелоса. В гимне Исиде, найденном на Папирусе, среди ее имен у разных народов перечислены латейна у персов, кора, папсифсида у медян, нанее у сузийцев. Геродот пишет, что, кроме Зевса, персы совершают жертвоприношение солнцу, луне, огню, воде и ветрам. Страбон дает близкий Геродоту перечень, называя среди почитаемых персами божеств Зевса. Гелиосомитру, Селену, Афродиту, огонь, землю, ветры и воду. Диоген Лаэрдский говорит, что персы считали богами огонь, землю, воду и солнце. Порядок перечисления не имеет четких аналогий в иранских источниках. Под солнцем, под Иенгу, нужно понимать солнечное божество Хвар из младшей Овесты, луна, это бог Мах, земля, зам, огонь, Атар, ветер, Ваю или Вата, какое водное божество имелось в виду? Неясно, это могли быть Апамнапад, Апи, Ахуране, Анахита или Хорватад, по Стратановскому, солнце, это Митра, Авода, Апи, Павандервардену, земля, это Армайте. Плутарх, излагая иранскую космогонию, пишет, что после первых шести божеств Армаст создал еще двадцать четырех благих бога и поместил их в яйцо, а двадцать четыре злых бога, происшедших от Аримана, проникли в это яйцо, отчего добро смешалось со злом. Сравнение мира с птичьим яйцом есть в пихлевийском сочинении «Суждение духа разума». В точности двадцать четыре бога в зороастрийских текстах не упомянуты. Однако Марта Бархат Бешабба упоминает, что Заратуштра признавал только двадцать четырех бога, а всего было тридцать календарных богов, включая тетраду Зурвана, Армазда и Арэмана. В анонимном трактате, об ошибке магов, также речь идет о тридцати богах в связи с календарем. Среди звезд, которыми Армаст украсил небо, особо выделен Сириус, названный Стражем и Дозорным. Во вести ему соответствует Тиштрея, которому посвящен отдельный яшт, где он назван главой и надзирателем звезд. Страбон упоминает святилище персидского бога Аман, Ос, а в Каппадокии, и указывает, что в торжественной процессе носят деревянную статую этого бога. Как правило, Аманаса отождествляют с Вохумана, что принимает Иды Йонг. Бенвенист предположил, что это вертрагна, ибо зороастрийский Вохумана слишком абстрактен, чтобы изображаться в виде статуи. С этим свидетельством сравнивают находку деревянной ногой фигуры мужчины в половину роста, из сагда VI века. В городе Зелы в Каппадокии было общее святилище Анаити и божествам Аману и Анадату. Для имени Анадата убедительная этимология отсутствует. Страбон говорит о святилище Мена Фарнакова в Понты, характеризуя его как храм Селены, то есть лунного божества. Ди Йонг отмечает связь, но не тождество, анатолийского Мена и персидского лунного Маха. Причем предполагает, что имя Фарнака может происходить от Перс. Ха, обладающий славой. Тацит рассказывает, что парфянский царь Готорс перед войной с соперниками приносил жертвы на горе Санбул, где больше всего почитался Геркулес. Бог являлся жрецом в сновидении и приказывал им приготовить коней, нагрузить их колчанами со стрелами и отправить бродить по лесам, а затем вновь в сновидении сообщал жрецам. В каких лесах он охотился и где следует искать убитых зверей? Бога, названного Геркулесом, сравнивают с Вертрагной, в частности, на основании изображений, а также потому, что армянские авторы переводят имя Геракла как Вахагн, либо Санданом. Упоминания персидских богов под греческими именами не всегда ясны. Так, рассказывается, как Дарий I, воюя с Саками, на восходе солнца помолился богу, которого Полиин называет Аполлоном, прося послать воду, и тут же пошел дождь. Дьонг считает, что Аполлоном здесь, возможно, назван Тиштре, но вероятнее, Митра. А Амбарцумян сопоставляет обращение Дария с авестийской молитвой хужбам, произносимой на рассвете, и содержащей восхваление Ахурамазды, а также упоминание Тиштри и Сириуса, связанного с дождем. Прокопий отмечает персидский обычай приветствовать восход солнца земным поклоном, обращение к восходящему солнцу с заклинанием упоминает и Лукьян. Ламские таблички упоминают богов Междуши и Бритаками, во времена Сосанидов был бог Сосан, из Бактрии известен божество Маздуана. М. А. Дандамаев приводит ряд имеющих иранские этимологии имен богов, в документах крепостной стены, из Персиполя, это Междуши, Пердакания, Марираш, Наришанка, Ир. Найрия Санха, Сакурзиш, Ир. Сайгрчиш, Наббазабба, Антуза. В надписях Антиоха I Каммагинского, 62 год до н.э., проводится следующее отождествление, Аромаст, Ахурамазда, равно Зевс. Митра равно Аполлон, равно Гелес, равно Гермес, Артагн, Веритрагна, равно Геракл, равно Арис. На монетах парфянских Аршакедов Зевс соответствовал Ахурамазде, Аполлон, Митры, Геракл Калиник, Веритрагне, Ника, Аши, Адиметра, Спэнта Армайте. На кушанских монетах изображались 14 или 15 божеств. Зурван не упоминается у Геродота или в ахименицких надписях. Первое изложение доктрины зурванизма видят в пересказе учения магов у Евдимара Доскова, цитируемого Дамаскием. По Евдиму от существа, которое называют то местом, то временем, и которое объединяет все познаваемые вещи, произошли добрый бог и злой демон, или свет и тьма. Место и время Вандерварден сравнивает с Тхвашей и Зурваном в текстах поздней Овесты. Вероятно, зурвану Акарана соответствует Хронос Аперос в надписи Антиоха Каммагинского. Сопоставление же персидского зурвана и хроноса в ранних греческих тяганьях остается гипотетическим. Феодор Мапсуэстийский в сочинении о религии персидских магов, известном в очень краткой передаче Фотия, излагал доктрину Зарада, зуравам, начало всего и его он называет судьбой, тихи. Он совершал возлияние, чтобы породить Ормезда, и забеременел им и сатаной. Несколько более полный рассказ об Ормазде и Оримане сохранился в изложении сирийского автора Феодор Барконэя и армянских авторов Езника и Геше. По их повествованию, зурван хотел иметь сына и тысячу лет совершал жертву, но испытывал сомнения. От этого сомнения произошел Ориман, который притворился Ормаздом и предстал перед отцом. И зурван дал Ориману, как первенцу, власть на девять тысяч лет, но тот распознал обман. Сагдицы-буддисты переводили как зурван имя Брахмы, а сагдицы-манихеи называли зурваном своего верховного бога. В армянских текстах зурваном названа планета Сатурн. Сирийские тексты упоминают три ипостаси зурвана – Ашокар, Фрашокар и Заракар, соответствующие юности, зрелости и старости. Мовсе с Хоринаци со ссылкой на Беросову Сивилу называет зурвана древним царем. Современником Титана Иеопета, о котором Зрадашт, маг и царь Бактрии, сочинил, что тот был отцом богов. Зурвану в армянских текстах соответствует крон, в книгах Сивил, пересказывающих Евгемера. Авторы V века до н.э., включая Геродота, о Зрастре ничего не сообщают, если считать сочинение Ксанфа подложным, а о магах говорилось вне связи с ним. Позднейшие традиции маги стали последователями Зрастра. Азрастр – родоначальником магов. Его имя встречается в античных текстах в самых разных формах – Зарат, Зарат, Зарас, Затрауст и другие. По Гермодару Сиракузскому, ученику Платона, от Зарастра, первого из магов, до падения Трой прошло пять тысяч лет. По Гермепу, Зарастр жил за пять тысяч лет до Троянской войны, усвоил свои учения от некоего Аганака, и ему известны два миллиона стихотворных строк, сочиненных Зарастром. По Евдоксу, Зарастр жил за шесть тысяч лет до смерти Платона. По Ксанфу Лидийскому, от Зарастра до переправы Ксеркса в Европу прошло шесть тысяч лет. И после Зарастра, был ряд магов-приемников. В манихейском тексте Кефалае, Зарат назван апостолом и светочем, современником царя Гестаспа, чьи ученики записали его учения в книгах. Агафьи Миринейский уже считает, что точное время жизни Зарастра, или Зорода, законодателя, и основателя обрядов магов, нельзя установить, и хотя персы говорят, что он жил при Гестаспе, неясно, идет ли речь об отце Дария или о другом человеке. По гипотезе М. Бойс, пихлевийская датировка жизни Зарастра следует античному синхронизму с его предполагаемым учеником Пифагором, у которого, здесь названного за братом, в Вавилоне он изучил законы природы и очищений. Плиний считает Зарастра Персом, изобретателем магии, называет медянина Зарата среди магов, последователей Зарастра, а также упоминает второго Зарастра, уроженца Проконниса, жившего незадолго до мага Астана, спутника Ксеркса. Плиний также сообщает, что Зарастр засмеялся при своем рождении, а его мозг пульсировал с такой силой, что поднесенная к голове рука отскакивала, что предвещала его мудрость. Гикатей Абдерский, рассуждая о законодателях различных народов, писал, что Затрауст и Зарианы утверждал, что получил законы от благого духа. Амиан пишет, что Зарастр был бактрийцем и распространил многое из халдейских тайных учений. Дион Хрисостом передает, ссылаясь на персов, что Зарастр, стремясь к мудрости и праведности, удалился от людей на гору, и на эту гору упало пламя с небес, а Зарастр вышел из пламени невредимым. После этого Зарастр общался лишь с немногими людьми, способными постичь истину, и именно их, кого Зарастр научил песням и священным речением, называют магами. В схалях к Алкивиаду I сообщается ряд деталей о Зарастре. Он был греком, жил за шесть тысяч лет до Платона и был сыном тех, кто произошел с континента с другой стороны Большого моря. Зарастр молчал с семи лет и заговорил в тридцать лет, и изложил философию царю. Возраст в тридцать лет как время получения Зарастром откровения указывает пихлевийское сочинение Задейспрам. По изложению Помпея Трога, Зарастр был бактрийским царем, изобрел магию, изучал астрономию, был побежден и убит неном. Вероятно, самое раннее упоминание магов содержится в тексте Гераклита Эфесского, однако его считают интерполяцией. Если оно подлинно, то Гераклит называет магов среди тех, кто нечестиво посвящен в таинство. У эсхила маги названы скорее в этническом контексте. Де Йонг делает из характера изложения у Геродота вывод, что маги уже были знакомы аудиторией греческого историка, вероятно, из ксанфо-лидийского. По Геродоту, маги, одной из шести медийских племен, вопрос о достоверности данного утверждения в современной науке не разрешен. Они должны обязательно присутствовать при жертвоприношении. Маг Смердис самозванно восходит на трон при помощи своего брата, мага Патезифа, а затем семь персидских вельмож организуют избиение магов. Маги толкуют два сна медийского царя Астяга о Кире, а затем сообщают ему. Что сон сбылся, когда Кир стал царем в детской игре, и Астягу больше нечего опасаться, однако после поражения от персов, Астяг приказывает посадить магов на кол. Маги толкуют сон Ксеркса, как предвещающий власть над миром. О Снекира, истолкованном магами, рассказывает историк Динон. Кроме того, Геродот сообщает, что маги истолковали солнечное затмение, как предвестник победы Ксеркса. По Цицерону, маги предсказывают будущее, собираясь в храме. Клярх из Сол называл индийских гимнософистов учениками магов. По Амиану, напротив, Гистасп, отец Дария, который продолжил деятельность Зарастра, получил знания от брахманов и передал их магам. У Лукиана маги, последователи Зарастра, смешиваются с халдеями из Вавилона, которые заклинаниями открывают вход в Аид. Апулей же восхваляет магию как благочестивую науку. Амиан пишет, что сперва магов было немного, но затем они увеличились в числе и живут в особых селениях, не укрепленных стенами, по своим законам. Созомин упоминает великого начальника магов при дворе Сапора, Шапура II. И об участии магов и начальников магов в преследовании христиан. Эти сведения отражают иерархию жрецов времени сосанидов, когда существовали титулы мобеда, от слова Магупити и мобеда мобедов. Христианский историк Сократ рассказывает, что в правлении Ездегерда I маги были недовольны проповедью христианства, и во время молитвы царя Негасимому огню спрятали под землей человека, который осудил царя за покровительство христианам. Но когда царь по совету епископа Моруфы раскрыл обман, он обложил род магов десятиной и оказал почести Моруфе. В пихлевийской традиции, этот царь осуждается за нечестивость. Агафий Миринейский обращает внимание на то, что род магов возвысился после того, как царем персов стал Артаксар, победивший Парфян, и совершавший таинство магов, и во времена Агафия все общественные дела у персов устраивались по советам и предсказаниям магов. И лишь с их одобрения действия считались законными и справедливыми. Термин «Магусей и Магуси» проник в античную литературу из перевода сочинения Бардессона. Сирийский автор называл браки с родственниками персидским обычаем и указывал, что Магусей, те персы, которые жили вне своей страны, продолжали его. Близкий текст содержится в псевдоклементинах. По Страбону, в Каппадокии в его время обитал большой клан магов, которых называли перифами Греч. Возжигатели огня. И было множество святилищ персидским божествам. Известно, что в Каппадокии в эллинистическое время использовали зороастрийский календарь. При этом в текстах эпохи Ахименидов зафиксирован не зороастрийский календарь, а древнеперсидский, с названиями месяцев по сельскохозяйственным работам. О магусях рассказывает каппадокиец Василий Великий в письме 258. По его изложению, магусей пришли в его страну из Вавилона. Они, потомки Зайрнувана, передают учения от отца к сыну, не имея книг, практикуют родственные браки, считают огонь богом и отвергают жертвы животных. Приск рассказывает, что в 464 году персидское посольство в Константинополе жаловалось, что магам, которые издревле обитают во владениях ромеев, ромеи препятствуют в богопочитании и поклонении негасимому огню, на что ромеи ответили, что не беспокоит магов за вероисповедание. Диоген указывает, что маги ели овощи, сыр и грубый хлеб. Порфирий сообщает о трех видах магов, различавшихся по отношению к мясоедению. Ди Йонг считает эти сообщения недостоверными, ибо в зороастрийских текстах ничего не говорится о вегетарианстве. По страбону, маги держали в руках связку палочек из Тамариска, произнося заклинания. Эта связка, первоначально представлявшая собой просто пучок травы. Известно как Боресман или Барсом. Об использовании прутьев сообщают ряд других античных авторов. Белую одежду магов отмечает источник Диогена. Плутарх приводит толкование, согласно которому они носят такую одежду в уподоблении сиянию и блеску, и в противопоставлении мраку, и аиду. По Геродоту, приносящий жертву носит тиару смертовыми ветвями, согласно Бойс, сообщение Геродота, о совершении жертвы мирянином в присутствии жреца ошибочно. По Павсанию, эту тиару на голове носит сам маг. Страбон описывает ее подробнее, тиара из войлока, ее свисающие концы спускаются по щекам, закрывая губы, эта последняя деталь соответствует ахименицким изображениям магов. Греческие авторы обращали внимание на то, что персы обучают детей правдивости и нравственности, и писали, что Фемистокл изучил науку магов по приказу царя. Филострат указывает, что маги обучают иностранцев только по приказу царя. Согласно Платону, наследника персидского трона наимудрейший из персов обучает магии Зарастро, сына Армузда, чья суть в почитании богов. По Николаю Дамаскому, философии у магов обучался царь Кир. На религиозное воспитание обращал внимание Филон. По Страбону, персидские мудрецы при обучении юношей использовали мифические истории и рассказывали с напевом и без пения о подвигах богов и доблестных мужей. Геродот называет песнь, исполняемую магом при жертвоприношении, тяганей. Также он упоминает заклинания, которыми маги у милости вели ветер. Маги пели гимны перед выступлением войска Дария в поход, а также перед вступлением Александра в Вавилон. По Страбону, молитвы и заклинания произносились магами при любой жертве, причем у каппадокийских магов произнесение заклинаний в Перифии ежедневно занимало почти час. По Фсании рассказывается ссылкой на личный опыт, что маг из числа персидских лидийцев призывает богов на варварском языке, читая заклинания по книге, после чего дрова на алтаре загораются сами собой. Согласно Гермепу, ему известны два миллиона стихотворных строк, сочиненных Зороастром. Однако из текстов, которые греческие авторы приписывали Зороастру, сохранился лишь ряд астрологических фрагментов. Во вторых первых веках до нашей эры был известен греческий апокалиптический текст «Оракул Гестаспа», в котором излагалась 7-тысячелетняя схема мировой истории. Аристотель кратко характеризует их учение словами, что маги считают первое породившее наилучшим. О философии магов писал Филон Александрийский. Прощальная речь Кира в Киропедии у Ксенофонта вряд ли передает какие-то представления персов, а скорее является изобретением греческого философа. Историасовскую концепцию магов излагает Феопомб, и она имеет четкие соответствия, в Бундахишне история делится на трехтысячелетние периоды, в первом побеждает один бог. Во втором, другой, в третьем, они сражаются друг с другом, и наконец Гадис исчезнет, а люди станут счастливыми и не будут нуждаться в пище и жилищах, а победивший бог отойдет на покой и будет отдыхать некоторое время. Феопомб в восьмой книге «Истории Филиппа» и Евдим Радовский рассказывают, что по учению магов люди воскреснут из мертвых и станут бессмертными. Предсказание о наступлении времени воскрешения мертвых приписывает Зорастру также Эней из Газы, со ссылкой на Феопомба. Как пишет Плутарх, грядет назначенное судьбой время, когда Ариманий, вызвавший мор и голод, будет за это по справедливости навсегда уничтожен и исчезнет, земля же станет ровной и гладкой, и будет одна жизнь и одно государство у всех людей, блаженных и говорящих на одном языке. Здесь переданы иранские представления о Фрашокерете, включая такую деталь, как исчезновение гор. Плутарх, излагая доктрину учителя Пифагора Зорота в платонических терминах, указывает, что тот называл неопределенную двойцу матери числа, а единое – отцом, и лучшими – числа, подобные Манаде. Доктрина Зорота в передаче Ипполита противопоставляет мужское, светлое, и женское, темное, начало. По Дягину, маги отвергали развлечение пола богов. Исследователи отмечают, что такое деление зороастризму несвойственно, и даже в гатах, не говоря уже о яштах, божества дифференцированы по полу. Дион Хрисостом рассказывает, что в учении магов содержится сведения о древней космической катастрофе, мировом пожаре, которую греки связывают с Фаэтоном, а также о всемирном потопе, который греки связывают с Девкалионом, и о наступлении эпохи чистейшего света, и обновления мира, при этом излагая по сути стойческое физическое учение. По Нигидию Фигулу, маги сообщают, что наступит эпоха царствования Аполлона. То есть, вероятно, мировой пожар, Дионг также сравнивает это со сведениями Сервия о Сивиле, предсказавшей владычество Солнца. Ряд античных текстов, возможно, отражает персидские представления Ахварна. В частности, аргосец Некострат выставлял за обедом отдельный стол для гения персидского царя. Добрый гений персидского царя привел к персам Фемистакла. Один перс упомянул царский даймон. Когда Митридат стал хвастаться, что это он убил царевича Кира. Злой рок персов упоминает Дарий. По Страбону, понтийские цари клялись счастьем царя, именом Фарнака. Любопытен также сон Кира о Солнце, пересказанный Диноном. По Геродоту, у персов не принято воздвигать статуи, храмы и алтари. Статуи впервые воздвиг лишь Артаксеркс II. По Динону, персы приносили жертвы под открытым небом, считая образами богов только огонь и воду. Почитание персами стихий упомянуто рядом авторов, начиная с Геродота. Цицерон приводит толкование, что Ксеркс приказал сжечь храмы Афинян по настоянию магов, считая нечестивым держать богов в заперти. Впрочем, греки-современники считали поступок Ксеркса просто проявлением нечестивости. Исследователи иногда пытались сопоставить это известие с антидевовской надписью Ксеркса. Удивлявший греков, обычай персов скрывать естественные отправления, не мочиться. Не испражняться и не плевать в присутствии других, также связан с религиозными представлениями. Согласно плению, маги запрещают мочиться на тень, а также если на готу освещает солнце или луна. Ведевдат содержит запрет мочиться стоя. Геродот в одном месте своей истории рассказывает, что персы считают нечестивым сжигать трупы, так как нельзя предавать богу человеческое тело, а Камбис II, приказав сжечь мумию Амасиса, нарушил эту норму. Впрочем, в другом месте Геродот упоминает, что персы восхваляли военачальника по имени Бог, который был осажден афинянами, приказал убить своих родственников и слуг, бросить их тело в огонь. А затем и сам совершил самосожжение. Поэт Диаскорит в Эпитафии Рабу Персу подчеркивает, что огонь и реки не должны соприкасаться с трупами. Страбон даже указывает, что человека, который положил на огонь мертвое тело, загрязнил его или подул на него, крали смертью. Священный негасимый огонь несли перед персидским войском, и Курцируф вкладывает в уста Дария перед битвой при Гавгамелах призыв к этому огню. Священный огонь персы гасили при похоронах царей, Александр приказал сделать это во время похорон Гефестиона. Жертвы огню приносили, сжигая на нем сухие поленья с жиром и оливковым маслом. Об использовании дров для жертвоприношений огню говорит пихлевийское сочинение «Вавилонское дерево». Сведения Максима Тирского, согласно которому персы говорили, владыка огонь, ешь, считают недостоверными. Фирмик Матерн писал об изображении персами бога и богини огня, как считается, речь идет о трехликой Гекате на метраицких памятниках. Страбон говорит о жертвеннике на священном участке, с большим объемом пепла, где маги поддерживали неугасимый огонь. Павсаний, описывая алтари огня в Лидии, обращает внимание на необычный цвет залы. Исидор Харакский сообщает о негасимом огне в городе Асаак, где Аршак был впервые провозглашен царем. Амиан Марцелин даже говорит о почитании негаснущего огня, упавшего с неба. Прокопий упоминает негасимый огонь на жертвеннике в местности Адарвиган, известный из пехлевийских текстов как огонь Адургушнасп, и сравнивает его с огнем в римском храме Весты. Сирийские деяния персидских мучеников упоминают, что во времена Ездегерда I один христианский священник разрушил храм огня, а другой – погасил священный огонь и отслужил в храме литургию. Другое сочинение деяния персидских мучеников приводит диспут между персом Мехрам Гушнаспом. Обратившимся в христианство, и ставшим мучеником в 614 году, и магом, причем первый утверждал, что маги, следуя о вести, считают огонь Богом, а маг в ответ заявлял, что лишь молится Богу с помощью огня, потому что у него природа армазда. Агафий говорит, что маги сохраняют негасимый огонь в священных зданиях, и, глядя на него, вопрошают о будущем. Гадание магов по огню упоминает и Прокопий. Геродот отмечает, что персы почитают реки, не моют в них рук и не мочатся, последующие авторы также указывают, что персы не моются и не купаются в реках, и не моют даже лицо. Основываясь на этом обычае, греческие сочинители книг о магах оспаривали рассказ Геродота о бичевании моря и погружении в него оков по приказу Ксеркса. Кроме того, Геродот приводит рассказ, который сам считает недостоверным, о том, как Ксеркс. Переправляясь в Азию во время бури, приказал многим персам броситься в море, чтобы облегчить корабль. Армянский царь Тередат не хотел плыть по морю в Рим, и прибыл по суше, под тем же предлогом парфянский царь Вологес отказался посетить Нерона. Порядок жертв водному божеству, описал Страбон, близ озера, реки или источника вырывали яму и закалывали жертвенное животное так, чтобы кровь встекала в яму. Но ни в коем случае не попало бы в воду. Ксеркс I принес Афине и Ильянской в жертву тысячу быков, а в жертву реке Стриман – белых коней. Для персидской Артемиды предназначались стадо коров, специально отбираемые для жертвоприношений. По Геродоту, мозогеты приносили в жертву солнцу коней как самых быстрых животных, что сопоставляют с упоминанием «быстрых коней» солнца в Хуршит-Яште. Ксенофонт упоминает, что Кир принес в жертву животных на горной вершине Зевсу о чему? Гелиосу и другим богам. Рассказ Ксенофонта о том, что по приказу Кира были совершены всесожжения – Зевсу, быков, Гелиосу, коней, а также жертвы геи и героям-покровителям Сирии, считается неточным. Также Ксенофонт говорит о жертвах скота в честь умершего Абродата. Коня в жертву реке Ефрат приносил парфянский царевич Теридат. Филострат описывает, как парфянский царь принес в жертву солнцу белого несейского жеребца. В Иллионе маги совершили жертвенные возлияния героям, также возлияние упоминает Ксенофонт. Тем не менее Геродот подчеркивает, что обычно персы не совершают возлияний. По Страбону возлияния совершались на землю оливковым маслом, смешанным с молоком и медом. Эсхил в трагедии «Персы» изображает жертвы по греческому обычаю. Жертвоприношение Митридата понтийского Зевсу воителю на высокой горе описано Апеаном. Причем детали описания недостоверны, ибо взяты у Эсхила. Страбон подчеркивает, что у персов было принято все жертвенное мясо делить между верующими. Каппадокийские маги убивали жертву не ножом, а поленом. Упоминаемые античными авторами совершенные персидскими царями жертвы героям-покровителям Мидии и Осирии, а также Сирии и героям Илеона сопоставлялись с иранским культом Фраваши, хотя и отмечалось, что Фраваши есть только на иранских землях. Огню уделяется большое внимание в ряде мифологий. В греческой и римской мифологии с огнем отождествлялось несколько божеств – Гефест, Прометей, Веста, Гестия и другие, в древнеиндийской мифологии олицетворением огня был огне, в кельтской мифологии богиня огня называлась Бригит. В зороастризме огонь выступает как сугубо священная стихия и воплощение божественной справедливости – арты. Человеческие жертвоприношения чужды зороастрийской религии, но упоминаются Геродотом, что вызвало ряд гипотез с целью их объяснить. Геродот называет персидским обычаем закопывания жертв живыми в землю. Так Камбис закопал 12 знатных персов живыми в землю, а также производил гадания на убитом человеке. Во время похода на Грецию в местечке Эннагадей в области Эденов в Афракии были закопаны живыми в землю 9 мальчиков и 9 девочек. А жена Ксеркса I Амистрида приказала закопать 14 сыновей знатных персов в благодарность подземному богу. Другое жертвоприношение связано с обычаем прохождения между рассеченных частей. Ксеркс приказал казнить старшего сына Лидийца Пифия, который просил освободить его от похода, разрубить его пополам и положить обе половины по разные стороны пути войска. Кроме того, в жертву пленного грека принесли и моряки персидского флота, вероятно. Финикийцы Геродот отмечает, что маги ставят себе в заслугу уничтожение многих животных, змей, присмыкающихся, муравьев и летающих животных. Это бесспорное указание на зороастрийский обычай Храйфасра, который также отмечен для Камбоджии в санскритской литературе. Также персы убивают белых голубей как носителей проказы. Плутарх указывает, что маги, почитают ежа и преследуют водяных крыс, и объясняет обычай тем, что птицы и лесные ежи – собственность Армазда, а водяные мыши – Аримания, и поэтому счастлив убивающий их в большом числе. Похвала благому ежу содержится в Ведевдате. Водяная мышь, согласно Деянгу, это плениво мрсмаринус, вид черепахи, мнение бенвениста, либо водяная крыса, либо морской еж. Агафи пишет, что во время праздника магам доставляют убитых змей и пустынных животных. Одним из наиболее необычных для иноземцев обычаев был близкородственный брак Хваитвадата, разрешенный, а в отдельных случаях даже рекомендованный в зороастризме, который современными зороастрийцами давно не практикуется. Геродот рассказывает, что Камбис II женился на своих двух сестрах, причем приписывает введение этого обычая именно царю, который сделал это вопреки законам. Намек на кровосмешение у варваров содержится у Еврипида. О том, что персы могут совокупляться с матерями, писал Ктесий. Сотион писал в 23-й книге о дозволении сожительства с матерью и дочерью. Известны рассказы, как Пресатеда пыталась соблазнить своего сына Артаксеркса. Артаксеркс II взял в жены свою дочь Атасу, по внушению матери Пресатеды, а также другую дочь Аместриду. Сатраб Бактрийской области Наутака, покорившийся Александру, был женат на своей матери. Которая родила ему двух сыновей. Примеры близкородственных браков известны и для монархов иранского происхождения I века до н.э., хотя этот обычай был распространен, и у Птолемеев. Климент Александрийский говорит о сожительстве магов с матерями, дочерьми и сестрами, ссылаясь на книгу Ксанфолидийского «О магах». Другие авторы также пишут, что персы, а особенно маги, женятся на матерях. Согласно Агафию, этот развращенный обычай распространился в его время под влияние мучения Зарастра, а древними персами отвергался. Филон Александрийский подчеркивает преимущество потомства таких браков. А на секрет писал, что у бактрийцев был обычай бросать тяжелобольных и стариков на съедение собакам, которых те называли «могильщиками», и внутри городских стен было множество людских костей. А Александр уничтожил этот обычай. Точность этих сведений подвергалась сомнению. Обычай оставления тяжелобольных вне лагеря у персов описан также Агафием, а оставление больных и стариков у герканцев и скифов – Порфирием. Когда царь персов умирает, объявляется пятидневная аномия, беззаконие. Персы оплакивали царя, обрезав волосы и надев траурные одежды. Ингумация Геродот и его последователи отмечают, что у персов тело умерших предаются земле, покрытые воском либо чем-то обернутые. Также упоминаются похороны под Курганом и обычное погребение. В военных условиях такие похороны не всегда были возможны. В земле были похоронены по приказу Ксеркса 19 тысяч. Персов, погибших под фермопилами, также были погребены знатные персы после битвы при Иссе. Кроме того, сохранилось подробное описание гробницы Кира Великого, где тело царя лежало в золотом саркофаге, и она охранялась магами, но была разграблена, за что Александр приказал пытать магов-сторожей. Могилы царей у Несы в Порфиене упоминает Исидор Харакский, а Курганы в Мидии – Агафий. Как сообщает Дион Кассий, Антонин Кракалла, воюя с Порфянами, захватил могилы парфянских царей Блис-Арбелы и выбросил оттуда их кости, Бойс считает более вероятным, что на деле это были захоронения правителей Адиабены. Выставление Об этом специфическом зороастрийском обычае впервые сообщает Геродот, труп перса выставляется на растерзание хищным птицам и собакам. Куча костей персов и египтян Геродот видел на поле битвы в Попримесе. По Цицерону и Страбону, на съедение птицам выставляют трупы именно маги. Помпей Трок указывает, что парфяне отдают трупы на растерзание птицам и собакам, а затем голые кости зарывают в земле. Герконцы выращивают для этого особую породу собак. Также Секст Эмперик упоминает, что персы сажают на кол умерших и бальзамируют. Агафий уже описывает обычаи выставления на съедение псам и птицам как типичный для всех персов, а погребение в земле или в гробе, как запрещенный, но распространенный в прошлом. Согласно Феодориту, Зарад учил отдавать тело на растерзание собакам и птицам, но теперь иранские христиане, вопреки запрету, хоронят их в земле. Законодательный запрет предавать тело земле упоминает Прокопий. Когда царь Кават потребовал от царя Иберов Гургена следовать этому обряду, тот перешел на сторону византийцев. Когда группа философов-платоников во главе с Дамаскием посетила Персию. Они увидели по дороге непогребенный труп и решили захоронить его, но безуспешно, и умерший явился философу во сне, после чего тот истолковал запрет хоронить трупы в земле матери как наказание персам за их обычаи сожительства с матерями. Ктесий говорит, что царю персов дозволено пить только в день жертвоприношения Митры. Дуриджи пишет, что в праздник Митры царь пьет и танцует, а в этот день никто более не может танцевать. На праздник Митракены армянский сатрап ежегодно посылал персидскому царю 20 тысяч. Жеребят Геродот рассказывает, что день избиения магов, когда был убит самозванец Смердис, считался величайшим праздником персов. Ктесий также связывает установление праздника, магафонии, с убийством мага-самозванца Сфендодата. Выражение убийства магов встречается также у Иосифа Флавия, а также во фрагменте сагдистского текста, где оно приписывается Александру Македонскому. Этот рассказ остается одним из самых спорных в истории ахименидской державы. Одна группа ученых отвергает достоверность официальной версии, ахименидов, другая, признает. По бехистунской надписи, маг Гаумата был убит в 10 день месяца Богояде, праздника Митры. Или 29 сентября. Сакеи восточными авторами не упоминаются, в частности, в трактате Беруни, основном источнике по зероастрийским праздникам. Страбон приводит два рассказа о происхождении этого праздника. По одному из них, он был учрежден, когда саки напали на Каппадокию, а персидские полководцы напали на них ночью, когда те отмечали дележ добычи, и перебили все племя, после чего воздвигли святилище Анаити, Аману и Анадату, и установили ежегодный праздник, который в городе Зелы отмечался еще во время самого географа. По другой версии, царь Кир воевал с саками и устроил им засаду, позволив захватить свой лагерь. Когда саки заняли лагерь и перепились, Кир напал на них и перебил, после чего посвятил день своей победы, отеческой богине, причем праздник характеризуется как вакхический, на котором одетые в скифскую одежду мужчины пьют и непристойно заигрывают друг с другом, и спирующими вместе с ними женщинами. Согласно Беросу, праздник сакей проходит в Вавилоне пять дней, с шестнадцати дня месяца Лая. Рабы правят господами, а один из них носит одежду царя, и назван Заган. Этот праздник упоминается к Тесием в книге 2. Дион Хрисостом рассказывает, что во время празднования сакей персы берут одного из осужденных на смерть, сажают его на царский трон, и на протяжении нескольких дней он пользуется внешними признаками власти. А затем его вешают. Связь описания античных авторов с Вавилонским Новым годом акту, ранее популярная, отвергается в Андерторн. Дионг считает, что в описании Диона что-то перепутано. Наврус античные авторы не упоминают, однако намек на него есть у Страбона, который указывает, что браки у персов совершаются в начале весеннего равноденствия. При этом из более поздних источников хорошо известна иранская традиция отмечать свадьбы в Наврус. Гаты, песнопения, часть Овесты, рисует нам Заратустру как историческую личность, наделенную всеми человеческими страстями. В этих проповедях-песнях он громогласно бичует своих противников, сторонников старой арийской религии, обожествлявшей силы природы, называя их поименно, иоргиастического культа Хамы. В своей проповеди Заратустра отделил добро и зло как две изначально существующие в мире природы, не имеющие между собой ничего общего. Призвал следовать добру и отвергать зло. Лишь чужие, греческие, и свои позднейшие, позднявеские и пихлевийские, источники окутали эту живую личность нимбом легенд, отчасти уподобив его своим древним мудрецам, или наделив его и его потомство сверхъестественными эсхатологическими атрибутами и заданиями. Реформаторская деятельность Заратустры отразилась в предании иранской религии того абстрактного характера, который поражал еще классических писателей. Поблекли и отнесены к демонам, к миру зла и мрака, с которыми дуалистическая зороастрийская религия предписывает упорную борьбу. Зороастризм имеет общее происхождение и общие черты в текстах и вероучении с индуизмом, а также с индоевропейским язычеством. Он оказал существенное влияние на формирование христианства, а также манихейства, езидизма, некоторое влияние зороастризма испытали также иудаизм и ислам. В христианских Евангелиях упомянут эпизод поклонения волхвов, скорее всего, религиозных мудрецов и астрономов. Принято считать их зороастрийцами. Три царя – Каспар, Мельхиор и Бальтазар, принятые в западноевропейской традиции имена магов, волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, поклонение волхвов. Волхвы – славянское слово, используемое в переводах на русский язык. В евангельском подлиннике стоит греческое слово «могой». В античной литературе в основном существует два значения этого термина – «люди». Принадлежащие к персидским, зороастрийским жрецам, и вавилонские жрец-астрологи как особая профессиональная группа – маги. Кроме того, в зороастризме, как и в иудаизме и христианстве, отсутствует идея цикличности, время идет по прямой от сотворения мира до окончательной победы над злом, никаких повторяющихся мировых периодов нет. Зороастризм оставался празиолитически активен до самого конца сасанитского периода. Последователи Зоратустры страстно проповедовали необходимость борьбы с силами зла, которым, по их мнению, поклонялись последователи всех других религий. Переход иноверцев, благую веру, рассматривался как благое и правильное деяние, а потому стать зороастрийцем в Древнем Иране мог практически любой желающий, вне зависимости от классовой, этнической или языковой принадлежности. Благодаря разработанной до мелочей обрядности. Развитому космологическому, и что важнее всего, этическому учению зороастризм стал первой в истории государственной религии. Тем не менее, по-настоящему мировой религии учение Зоратустры так и не стало.